У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Василий Дубинин, основатель и президент группы компаний NGS Distribution. Здравствуйте. Сначала блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Я уважаю своих коллег. Есть ли спортивный болельщик? За кого болеете? За хорошую игру или за спорт. Это область, которая мне практически не интересна. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? Книг много. Каждая из них хорошо играет или помогает в конкретной ситуации, на конкретном жизненном этапе. Нет, не могу тут. Мне очень нравятся книги бостонской консалтинговой группы, но понять их можно и использовать только пройдя определенный путь, имея определенный опыт. Можете что-то порекомендовать? Любую книжку бостонской консалтинговой группы. Идеология. New Luxury Ideology. Деньги любите? Безусловно. Но, знаете, деньги – это как очки в нашем мире. Деньги – это как очки в компьютерной игре или в том же самом спорте. То есть они интересны не сами по себе, а их интересно сделать. Использовать? Сделать. Ну и использовать, конечно. Умеете признавать ошибки и извиняться? Мне кажется, да. Хотя моя жена с этим поспорит. По вашему мнению, в бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Есть. Есть. Но разделение на толковых и бестолковых гораздо больше и значимее. Кем вы хотели стать в детстве? Ну, знаете, я хотел стать, вот я даже придумал слово, космеоритиком. То есть это человек, который конструирует космические корабли, а потом на них же и летает. Понятно. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Не стоит. Назовите, пожалуйста, пять слов, которые характеризуют вашу жизнь. Интерес, семья, еще раз семья, усидчивость и цель. Отлично. Теперь по существу. Компания NG Estribution работает на таком сложном технологическом рынке, как некая информационная технологическая безопасность, вообще некие технологические продукты для бизнеса. Правильно Нишу охарактеризовала? Ну, более-менее, да. Мне кажется, что в таких сегментах нераспространенных вход на этот рынок, он достаточно сложен. И дело не только в ценовом пороге, да, в объеме инвестиций, но и в некой технологичности сбытия этой услуги. То есть этот рынок достаточно закрытый. Так это или нет? И почему вы выбрали эту нишу? Как вы на нее пришли? Я не сказал бы, что рынок прям вот закрытый, но, безусловно, он требует большой подготовки от компании, от системы. Потому что... Ну, это не торговать. И даже не производить булочки. Ну, вы когда-нибудь производили булочки? Я представляю, как устроен телевизионный бизнес, поэтому я представляю вот эту вот сложность технологическую. Безусловно, безусловно. Свои нюансы там есть. И, безусловно... Еще раз, да. То есть это... Речь идет не столько о высоком пороге ценовом, сколько о высоком пороге квалификационном. Потому что на нашем рынке нельзя вещь просто продать. Потому что продукт сам по себе не существует. Он существует только в привязке к проблеме, которую он решает. И до тех пор, пока вот заказчик, покупатель не осознал эту проблему, не захотел ее решить, вот все бесполезно. Продукта нет, нет бизнеса и так далее, и тому подобное. И это, конечно, такой важный нюанс. Это вот в этом смысле, конечно, не булочка, которой хочется каждый день, а иногда даже два раза. А я попал на рынок, знаете, совершенно случайно. Говорю, вот мимо проходил, как называется. Как говорит мой знакомый, с улицы. Ну, практически да. То есть меня порекомендовали как человека, который может наладить дистрибуторскую схему для одного, так сказать, ну, не скажу, что бизнес начинающий, но вот как дистрибуционный бизнес компания начинала. И, собственно говоря, поговорив с владельцем и учредителем той компании, мы пришли к выводу и стали развивать именно дистрибуцию средств информационной безопасности. Ну, вот так и оказался. То есть вот с некоторыми идеями, с некоторыми подходами. Ну, попробовал, понравилось. А почему решили основать свой бизнес? Выхода другого не было. То есть несколько лет я работал по формированию бизнес-подхода, по формированию команды, формирование отношений с партнерами и поставщиками. И когда в силу некоторых внутренних обстоятельств в той большой группе компаний оказалось просто невозможно продолжать исполнять свои обязательства, был выбор, ну, там, уходить на улицу, предавать то, ради чего, значит, работалось несколько лет, или попытаться сделать что-то свое. Я правильно понимаю, что вы, как некая компания-дистрибьютор, она все-таки работает, вы работаете с неким конечным продуктом? То есть, грубо говоря, вы клиенту рекомендуете производителей того или иного продукта? Ну, не совсем. То есть мы, понимаете, вот дистрибуция, как она есть, достаточно примитивный процесс, да, то есть описывается там логистика, склад, кредит. Вот на рынке информационной безопасности просто невозможно. Вот, естественно. В силу того обстоятельства, что я описал, потому что нужно идентифицировать проблему, нужно помочь ее решить. Поэтому мы изначально строим компанию как некий центр компетенции, и действительно мы помогаем партнерам, то есть интеграторам, компанию, которая непосредственно реализует работу, заказчикам, прежде всего разобраться со своими проблемами, подобрать оптимальные решения, да, и часто просто из продуктов нескольких производителей скомпоновать вот это решение. То есть некий консультант на эти рынки? И консультант тоже. То есть я специально подчеркиваю, что мы дистрибутор решений, а не дистрибутор продуктов. Вот это принципиальная разница нашего бизнеса от классической дистрибуции. А есть кто-то, кто на рынке предоставляет подобную услугу именно вот в этом виде? Ну, полностью в таком виде нет. Но, понимаете, идея достаточно банальна, поэтому так или иначе многие компании сейчас идут по этому пути. Просто мы начали идти по нему лет 6 назад и продвинулись чуть-чуть дальше. А почему лет 6, если компания основана в 2012 году? Потому что именно этот подход мы начали исповедовать, вот когда я только пришел на рынок в 2009 году. То есть вот именно эта идея, что нужно дистрибутировать решения, причем решения — это понятие объемлющее, это не только технологические вещи, это в том числе и взаимоотношения, и управление определенными процессами внедрения. То есть это комплекс, который нельзя рассматривать, там изолировано друг от друга разные части. В том числе отношения и доверие с интегратором, который принимает ваше решение и использует ее в проекте, неся ответственность перед заказчиком. Это тоже часть решения. Есть, как вы для себя оцениваете конкуренцию на рынке? Чувствуете вообще ее, исходя из этого подхода? Безусловно, безусловно. Потому что, еще раз говорю, это многофакторные отношения. И рынок достаточно плотный и достаточно жесткий. То есть нельзя сказать, что это такой панацея всеребетный ключ к стопроцентному успеху. То есть каждый день, каждый час приходится работать и решать конкретные проблемы. Ну, просто руководствоваться вот таким подходом. Если мы посмотрим на ваш клиентский портфель, то это в основном интеграторы или прямые клиенты тоже есть? Мы принципиально не работаем с прямыми клиентами в рамках проектов. Мы оказываем консалтинговые услуги, часто на безвозмездной основе, для того, чтобы клиент разобрался в своей проблеме. Ну, понятное дело, в рамках этих консультаций мы рекомендуем именно свои подходы. Но всегда, когда возникает проект, когда возникает уже непосредственная работа, мы рекомендуем обращаться к интеграторам. Мы работаем с ними. Каждый должен заниматься своим делом. Мы предоставляем компетенции, мы предоставляем решения, но, собственно говоря, реализация проекта, управление проектом тоже должны делать профессионалы. Мы не конкурируем с нашими партнерами, не отнимаем у них, так сказать, долю рынка. Мы предоставляем услуги им. Поэтому работаем со всеми, поэтому, в общем, работаем со всей Россией и СНГ. Василий, для мой дилетантский взгляд, не владеющий особенностями информационной безопасности, кажется, что вам, как компании, должно быть сложнее всех. Потому что для того, чтобы предложить решение, нужно знать разные варианты, нужно отслеживать, что есть на рынке, причем не только на российском, но и на мировом. И вот из этого многообразия предложить какой-то наилучший способ удовлетворения потребности. Ну, в идеале, конечно, да. Ну, и, в общем, совершенно верно. Но, как всегда, нужно исповедовать или использовать разумные ограничения. Так. То есть, задача должна быть решена не наилучшим, а оптимальным образом. Ну, естественно. Ну, совершенно верно. Поэтому, ну, понимаете, тут, еще раз говорю, главное решить проблему. Решить ее хорошо, качественно. И в срок. Поэтому, ну... Это вопрос с компетенциям тех людей, которые у вас работают. Да, безусловно. В России не секрет существует общая кадровая сложность со специалистами. При этом специалисты, в принципе, есть, но не всегда есть решение кадрового вопроса. Вот у вас есть проблемы с персоналом, исходя из сложности? Безусловно. Ну, мы тоже в России, тоже испытываем все эти проблемы. Но, первое, людей надо растить. Надо давать им шанс реализовать себя. А второе, надо... Понимаете, проблема не только и не столько в качестве или квалификации людей. Это, безусловно, есть вопрос, но это вопрос решаемый. Вопрос в технологии работы, в организационных технологиях, в постановке, там, собственно, процессов внутри компании. Вот ключевым является именно это. Хороший человек, суперспециалист в неправильной среде быстро превращается в совершенно бесполезное. Человек, ну, так скажем, менее квалифицированный, еще раз говорю, там, желающий работы, все такое, поставленный в правильные отношения, в правильные процессы, он показывает прекрасную эффективность. То есть, производительность труда это не личная квалификация или не интенсивность махания молотом. Это ровно организационные технологии, это ровно производственные технологии. Тогда о других особенностях вашего бизнеса после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня – Василий Тубинин, основатель и президент группы компании NGS Distribution. Снова здравствуй. Каковы сегодня основные потребности клиентов на рынке? Клиентам на рынке всегда нужно одно – качество, решение их проблем. Ну, скажем так, какие основные форматы проблем? С чем чаще всего обращаются? Это достаточно сложно описать. Ну, во-первых, наверное, сейчас самая актуальная тема является безопасность индустриальных систем. Долгое время этой тематикой не занимались вообще, потому что представление о том, что системам управления технологическими процессами может что-то угрожать с точки зрения кибернетических атак, казалось диким и непонятным. однако сейчас это вполне актуальная тема и в мире, и у нас в России. Уже достаточное количество прецедентов, когда именно угрозы или атаки на средства промышленной автоматизации приводили к остановке производств, к технологическим авариям, к сбоям, к большим убыткам. Поэтому сейчас это очень важная, актуальная тема. Наконец, это в ряде случаев просто вопрос государственной безопасности, который должен решаться как можно скорее. И недаром в прошлом году соответственно ВСТЭК выпустил 31 приказ, который посвящен ровно защите критически важных объектов технологических. И это сейчас один из самых актуальных вопросов. А есть какие-то продукты, которые направлены в том числе на повышение общей эффективности бизнеса? Во-первых, давайте начнем с того, что информационная безопасность в принципе своей, в принципе свою, направлена именно на повышение эффективности бизнеса. потому что что такое информационная безопасность? Это обеспечение непрерывности бизнеса прежде всего. То есть это не только о том, что у вас украдут что-то важное, а дело в том, что ваши информационные системы будут работать хорошо и стабильно. Именно поэтому я и говорю, есть какие-то примеры, назовем так, продуктов? Конечно, конечно, и масса, ну, я не знаю, то есть я могу сказать на правах рекламы, но действительно разработка таких продуктов именно оптимизирующих бизнес, оптимизирующих например. Я даже сейчас не говорю о том, какие-то конкретные названия, я говорю скорее про потребности бизнеса. Объясню вам, целевая аудитория программы все-таки люди не IT-специалисты, а люди, которые руководители бизнеса, и они смотрят, на самом деле существует бизнесовая проблема, которая решается определенным образом. И я пытаюсь, чтобы было понятнее более широкой аудитории, какие бизнесовые проблемы сейчас можно более легко. Хорошо, давайте я вам приведу такой кейс из жизни. Один банк, очень крупный банк, столкнулся с проблемой, неожиданно, а ряд информации, типов информации, документов из одного сегмента сети не уходило в другой. Специалисты, IT-специалисты банка бились что-то около двух или трех месяцев. Не могли понять, что происходит. Вот все хорошо, но вот, условно говоря, запрашивают люди информацию, не могут ее получить. А из-за этого приходилось в буквальном смысле на дискете или на флешке переносить с одного места на другое. согласитесь, для банка для быстрого операционирования, оперирования это катастрофа. И так и не могли найти. Пока не привлекли специализированный продукт. Уже упомянутый. Проблема решилась за по-моему что-то минут двадцать. Когда решение, продукт просканировал установки сети и обнаружил, что в одном из мест сети, где стоит между сетевой экран, файролл, на котором было порядка двух тысяч разных правил, вот была изменена формулировка одного из правил, которое не позволяло информации ходить. Это можно было найти вручную, но очень сложно. Представляете, что такое две тысячи строчек, записи, каждый из которых аналитично и нужно еще разобраться, что там написано, вот просто перелопать. А файролов много. Это нужно было еще найти. За несколько месяцев проблема не была решена. С применением специального продукта она решилась за двадцать минут. Причем, если бы этот продукт стоял в банке изначально, то эта проблема и не возникла бы, потому что при попытке внести изменения в соответствующие правила, в соответствующие настройки, продукт бы просигнализировал, что у вас возникнет вот такая проблема. Обратите внимание, надо ли оно это вам. Насколько с 2012 года по текущий момент вырос оборот компании? Ну, мы выросли где-то пятикратно. в этом году мы поставили достаточно амбициозные цели. Мы хотим в результате этого года вырасти в десять раз по отношению к первому году открытия. А есть какие-то задачи по доле рынка? Вообще, поскольку мы с вами говорили о конкуренции, можно как-то выделить, что сейчас доля рынка, например, там, X, а через три года в среднесрочной перспективе она будет? Это зависит от сегментов. Понимаете, на рынке информационной... Вообще, рынок информационной безопасности очень трудно посчитать. В каком смысле? Ну, вот, например, антивирусы. Это же тоже информационная безопасность. Мне кажется, заглядный примерный... и очевидный сегмент. То есть, здесь если мы начинаем учитывать этот рынок, то доля в 5-10% любой компании будет казаться огромной и прекрасной. Можно говорить, что мы хотели бы и мы ставим задачу стать лидерами рынка в сегменте именно индустриальной безопасности. Потому что мы одни из первых вообще начали заниматься в России этой темой и сформировали очень неплохую экспертную школу, очень неплохую экспертизу, компетенцию. И мне кажется, что мы вправе на это надеяться. И по крайней мере мы к этой цели идем. Что касается сетевого оборудования, здесь наша задача скромнее. Мы хотим занять долю ну, так скажем, заметную. рынок сетевой устроен достаточно просто. Есть группа лидеров, которые, безусловно, доминируют на рынке. Мы продвигаем продукцию именно российских производителей. И могу сказать, что вот это как раз момент, когда есть нестыдная продукция, которая действительно, сейчас очень модна тема импортозамещения. вот есть продукция, которая действительно может заместить импорт. Уже вот ее не было, но ребята разрабатывают. Мы просто хотим обеспечить достойную долю на рынке. То есть, если мы сможем добиться того, что ряд наших российских производителей будут занимать в течение ближайшего времени 5-7%, это будет более чем достойный результат. Кадры, маркетинг, реализация решений. Самое сложное, понимаете, есть два момента. То есть, вот самое сложное, это именно помогать и то есть, давать людям возможность, помогать людям разобраться с проблемой. Потому что, очень часто люди прутают проблемный симптом. Вот то, о чем я говорил. Но это не проблема. Понимаете, когда уже клиент пришел, либо потенциальный клиент пришел. Вот в этом теории, понимаете, потенциальные клиенты просто так не приходят. Так. Вот в этом-то и состоит сложность, что, конечно, люди ищут ответов, а в мире, на нашем рынке больше всего вопросов. И вот помогать преодолеть вот этот зазор между желанием ответа и умением правильно задать вопрос, а без этого никуда и никак, это и есть самое сложное. с другой стороны, чисто психологический момент, который на нашем рынке не каждый сможет работать именно психологически, потому что этот рынок долгий, это рынок проектов, это рынок именно подбора решений. И иногда между возникновением потенциальной возможности и ее реализацией может протекать полтора, два года. и это нормально. Последний вопрос к вам. Интервью кого из бизнесменов, из коллег вы бы с удовольствием посмотрели? Во-первых, я испытываю огромное уважение к руководителям всех крупных интеграторов. Стабильных. Потому что я знаю сколь непрост интеграторский бизнес и люди, которые смогли построить стабильно функционирующие системы и многие из них продолжают развиваться в это очень непростое время сейчас для нашего рынка, я бы послушал с удовольствием. И чем откровения не будут, тем интересно было бы их послушать. Вот как? Назвать кого-то поименно, понимаете, это некорректно, потому что действительно они все интересны, они все не похожи друг на друга, я сталкиваюсь с результатом их деятельности почти каждый день, и мне очень интересно, как они живут. понимаете, все-таки поставка канцелярских принадлежностей или мебели, она безусловно тоже требует отношений, и они там безусловно важны и присутствуют, но интеграторский бизнес или наш в сфере информационной безопасности, он требует совершенно другого уровня открытости. Конечно, построено доверие. Совершенно верно, и здесь же, понимаете, если вы привезли стулья не той формы, это не страшно, а интегратор тоже ошибается только однажды, вот, это, вот, поэтому мне интересно, интересно послушать таких людей, которые, еще раз говорю, построили крупные стабильные бизнесы, это титаническая задача, вот, просто титаническая. Спасибо вам огромное, что вы нашли время и пришли. Спасибо вам. Гостем программы был Василий Дубинин, основатель и президент группы компаний NGS Distribution. Пересмотреть и перечитать его интервью можно также на сайте телеканала. Удачи вам и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...